всем здравствуйте приветствовать вас на своем канале сегодня сегодня я хочу сделать расклад на тему насколько вы себя любите так не знаю как это будет выглядеть значит колоды эпическая таро таро небо и земли и колода таро танец шамана выбирайте колоды выбирайте камешки не знаю насколько видно может быть впереди поставлю камешки я хочу поблагодарить вас всех за вашего так ставлю да за ваши донаты за ваши комментарии на самом деле ваши комментарии даже с благодарностью просто чистая благодарность я имею ввиду без рассказа вашей истории очень очень полезно не знаю иногда у меня бывает какие-то такие сомнения в себе и вот я читаю ваши комментарии и понимаю что блин зря сомневаюсь все нормально все здорово это чтобы вы понимали что даже наверное и люди которые чего-то достигли либо что-то у них получается им тоже свойственно в чем-то сомневаться вот хотя вот я думаю люди в бизнесе если у них такая роскошь в чем-то сомневаться или они должны быть постоянно уверены в себе но в моей профессии где должна быть эмпатия должна быть эмоция на мой взгляд вот такие переживания как сомнения ну мне кажется это естественный процесс так надеюсь вы определились а мы с вами у него я зажгла благовонию а мы с вами приступим и так позиция номер один голубенький камешек посмотрим сразу вопрос насколько вы себя любите если вдруг что-то всплывет то будущее дополнительные карты так насколько вы себя любите а верт на грамме королы насколько себя вы любите а знаете вот шестерка мечей как раз таки и выходят относительно того что я говорила пару секунд назад вы любите себя ровно настолько насколько получаете какую-то обратную связь то есть если есть люди которые вам говорят что вы молодец у вас все получается у вас все хорошо то есть если есть какая-то обратная связь которая помогает вам оценить себя до либо оценить какой-то вот свой струк свой труд какие-то свои поступки то вы себя любите здесь ощущение того что вы себя любите настолько насколько люди вам говорят об этом то есть здесь есть прямая связь того что если вдруг вы не получаете какую-то обратную связь вот у вас сразу возникает вот это вот ощущение того что я не люблю себя то есть со мной что-то не происходит вы это понимаете поскольку вот какая-то вот обратная связь от мира должна быть либо от людей либо от мира либо какие-то ситуации вот если что-то не происходит в вашем мозгу всегда включается причем ваша любовь она чисто мечевая аналогическая не на эмоциях а вот именно логически как-то вот вы по меня понимаете меня любят либо меня не любят и здесь получается так что если допустим человек вас не похвалил либо не сказал какое-то доброе слово вашего в адрес да вот сегодня значит он меня не любит значит я допустим недостойно здесь такие очень интересные отношения могут происходить меня вот между людьми а если человек вам говорит как-то это выражает то вы понимаете что да я достойна любви либо я достойна любви и вы как-то себя принимаете ощущение того что знаете вот в дизайне человека есть открытые центры есть закрытые центры открытые всегда говорят о том что у человека нету своих как будто бы до собственных эмоций то есть вот это вот граница например если этот центр связаны с эмоциями она как будто бы размытый вот только человек понимает через обратную связь через других людей например что такое любовь что такое там не знаю скорбь что такое зависть то что то есть все эмоции он видит как это проживает другой человек до его мозг ослабливает условно говоря вот это вот мимик он понимает что вот это вот мимика это значит вот это вот эмоция то есть не через себя а именно через других людей вот здесь вот ощущение того что у вас какие-то центры вот непосредственно связаны с эмоциями да по дизайну человека возможно они были бы открытые то есть вы иногда а даже здесь вот такое ощущение что вы иногда настолько растворяетесь в состоянии других людей что принимаете это как-то вот за за свои здесь даже не на свой счет а именно за свои собственные и вот вам кажется я не знаю ну элементарно что то я сейчас грущу почему потому что вот взяли где-то словили вот эту эмоцию возможно какого-то человека близкого вам партнера друга не знаю который грустит и вот вам кажется что это ваша грусть да вот и вот такая вот обратная связь в таком формате она вам нужно здесь я сразу могу сказать что если вы хотите чувствовать себя в любви ощущать окружайте себя людьми которые умеют любить и людьми которые ну как минимум стремятся к этому да вот люди которые находятся больше в позитивных каких-то энергиях почему потому что вот они для вас какие-то зеркала для вас это очень очень важно вы как-то вот через обратную связь людей растете здесь знаете еще как может быть что мы подразумеваем например под словом любовь один из вариантов да это проявление возможно уважение человека по отношению к нам то есть как человек к нам относится насколько уважительно к нам относят вот вам здесь очень важно чтобы вашем окружении были люди которые вас с вами были на одной волне почему потому что если люди вас как-то вот будет обесценивать да например не будет вас уважать то вы перестаете уважать сами себя здесь вот прям такое такой человек очень как бы сказать очень открытый вот вы очень открытый здесь ощущение того что вы твои периодически как-то мимикрируете под до ту атмосферу в которой либо под под тот как этот мир который вас окружает да то есть под тех людей и иногда это может казаться что как будто бы у вас нету своего собственного мнения внешне это может такое иногда казаться но вы по крайней мере бывают такие моменты когда вы можете сказать высказать свою точку зрения но вот здесь вот данной колоде шестерка мечей она вот прям так и изображена как некий такой бумеранг который запускается в пространство да и смотрит реакцию поэтому вот ваша любовь она такая ваша любовь и насколько вы себя люблю сейчас проходите как раз таки момент трансформации по аркану смерти да то есть вы как будто бы открывается сейчас глаза на то что у вас ранее было вам непонятно не изведана не вы как будто бы упрощаетесь сейчас прошлого с этим моментом любой для вас она была как-то интеллектуально да то есть есть люди например эмоциональные которые понимают что вот я вот по состоянию вот если мне например на душе хорошо да значит я люблю ну утрированное сейчас говорю а есть люди которые вводят такую причину следственную связь да например вот как короли пендакли говоря языком тарона что если человек заботится приехал после работы забрал например там свою жену либо приготовил завтрак либо там не знаю как то вот оплатила счета то есть короли пендакли они через какие-то действия делать через материальный мир они так проявляют свою любовь через заботу кубковые больше через выражение о состоянии эмоций через эмпатию до через понимание сопереживания то есть каждый ображает свою любовь по-своему вот ваша как будто бы любовь она чисто интеллектуально вы как-то на уровне мыслей понимали почему я говорю в прошлом потому что сейчас происходит некая такая про трансформация вы понимали насколько вы себя любите или нет то есть здесь такой вот процесс мыслительный шел а какие перемены да то есть что вот в этом новом вас ожидает когда вы пройдете потому что здесь вот по аркану смерти как будто бы это остается в старом вот какое новое понятие любви у вас появляется по высшему суду прекрасно вот именно хочется сказать в наивысший до такой ипостаси то есть начинали кого-то такого первого этажа да и сразу на там в девять этажки на девятый этаж сразу прыгаете то есть такое в наиболее высшим светлым чистом понимание именно любви причем здесь старший аркан выпадает здесь какая-то такая серьезная трансформация осознание через очищение а чего вы ощущаетесь вот именно в понятие любви то что касается вот именно семейности до либо каких-либо традиций то есть вы здесь берете как будто бы обширно у меня здесь ощущение того что если были какие-то сценарии до в семье там маминой линии либо папиной линии каких-то неудачных взаимоотношений либо были какие-то вот понятия любви которые вы переняли от них какой-то момент вы поняли что это уже не работает а вот что-то здесь не так вот ну не тот сценарий вот а то сейчас здесь такое вот очищение какое-то происходит какое-то новое понимание того вот именно в плане семейности в плане родственности в том числе и родственных душ да вот что такое когда ты просто любишь вот это вот состояние какое оно то есть вот здесь меняется абсолютно абсолютно понятие и это вы понимаете через именно семью либо родственность либо знаете близость какую-то то есть вы понимаете что вот если есть близость с человеком да опять-таки к состоянию мы переходим что-то такое не всегда понятное и объяснимая нашей логикой что-то такое иррациональное что возможно вот это любовь то есть не то что вот все происходит так как я хочу причинно-следственная связь до поговорили то есть человек там высказывает какие-то слова свои какие-то идеи нет не про это здесь вот именно про что-то такое очень очень близко здесь почему-то идет речь взаимоотношений вот ваша любовь к себе она какая-то как-то вот идет через отношения других людей и в том числе партнера у кого он есть какая ваша любовь к себе вот я хочу спросить но вот сейчас запуту сумичей вы только определяетесь вот вы сейчас как будто бы учитесь а чему вы учитесь сейчас иерофант каким-то вот знаете более понятным более традиционным возможно приходите каким-то понятием сейчас вот вы выстраиваете свой мир до свои какие-то взгляды и вы как будто бы стремитесь к источнику до познать вот какую-то истину что значит любовь к себе не то что где-то может быть там на курсы говорят книжках написано здесь ощущение того что вы как будто бы через себя сейчас познаете да вот что что значит истинная любовь до ощущение того чтобы как будто бы созрели и начали задумываться действительно и серьезно над этим моментом возможно какие-то ситуации вашей жизни происходит что вас посподвигли к тому чтобы понять насколько вы любите себя а к чему вы придете да мы уже смотрели по каркану суду но все равно хочу более подробно посмотреть вы придете каркана мира да вы вы поймете что любовь к себе это единение это единение своих каких-то вот субличности возможно да это когда вот вам на душе спокойно когда когда у нас бывает на душе спокойно когда нету разногласий когда нету внутреннего какого-то диалога и сомнения то есть вот со мнение нету двух двоякости вот этой двойственности какой-то внутри вас самих не по отношению кому-то а когда как мы говорим нет вот этого белого ангелочка и черного дева ленка которые между собой ссориться то есть по сути кто с кем ссориться внутри себя тоже иногда да с кем мы ведем диалог и кто ведет диалог вообще на самом деле здесь вот ощущение того что вы поймете что любовь к себе это вот когда вот этого спокойствие когда есть единение когда нету вот этой хочет сказать шизофренического какого это состояние да когда ты с кем-то внутри своей головы с кем-то говоришь ну ладно есть ты говоришь либо там слышишь голоса мы же еще можем ссориться внутри себя да что нет не так не вот это интересные такие процессы вы придете к тому что вот это вот единение спокойствие внутри вас это то есть знаете когда вы начинаете взаимодействовать я имею ввиду с другими людьми помимо вашего внутреннего спокойствия и единения вот этот мир на душе вы поймете что любовь и к себе она во внешне она выражается тогда когда нету внешней какой-то борьбы да то есть есть люди которые могут высказывать свою точку зрения есть люди которые могу жить так как они хотят и при этом внутри вас ничего не будет как-то вот ну цеплять раздражать что-то вот вам не будет нравится будет четкое понимание того что окей есть что-то что не похоже на меня и почему оно должно быть похоже на меня потому что это вот это мой мир а там другой мир но окей мы едины то есть все имеет место это разные грани чего-то одного единого до проявления мира возможно по-разному вот здесь идут очень серьезные такие моменты к чему вы придете а мы сказали да вы придете к аркану мира не знаю что то я здесь хочу еще и не могу понять не могу сформулировать вопрос к шопская карта покажет то что мне нужно знать король жезла вы знаете здесь такое ощущение что вы как будто вы будете эту информацию в дальнейшем транслировать другим людям как-то ее передавать с одной стороны а с другой стороны вы станете как-то поменять ваш характер вы станете более уверенным что ли человеком более у вас есть эти лидерские качества здесь возможно ваша профессиональная сфера как-то изменится да она пойдет в гору почему потому что вот это вот любовь к себе она как будто бы вас расслабит и вы не будете уже как-то критично к себе относиться именно в профессиональной сфере то есть не будете настолько требовательны в какой-то степени жестокий по отношению к себе здесь вот формате перфекционизма да будете более храбрыми хочется сказать более уверенными и как-то в хорошей степени вот пофигизм будет да то есть и это поможет вам преодолеть что-то внутри вас и вы сможете больше себя проявлять во внешнем мире в профессиональной сфере в социальной сфере и вот это принесет какие-то изменения в вашей жизни то есть одно дело когда я такой зажатый не могу ни с кем поговорить и как следствие не могу продать свои услуги до либо как-то на работе не совсем все складывается другое дело когда я снимаю вот эти вот внутренние ограничения и рамки и свои страхи и спокойно могу просто разговаривать да то есть вот какое-то здесь отношение другое меняется она становится ну какая-то больше с одной стороны как я уже сказала вот это доля пофигизма с другой стороны больше какая-то уверенность да и вот это вот уверенность она придаст расслабленность и это будет считываться и это очень что-то как будто вам двери будут открываться вот по-другому мир заиграет для вас другими красками так такая вот у меня была позиция номер один на интересный расклад вопросов заранее подготовила вот как-то так потоки ладно позиция номер два сначала наверное я спрошу что значит для вас любовь для любовь к себе так как вы это понимаете чтобы потом понять насколько вы себя любите вот как вы понимаете как для вас это выражение любовь к себе что это значит ваших понятиях это когда есть какое-то движение вперед развитие расширение общение хочется сказать когда присутствует некий такой позитив когда все нравится и но при этом по принцессе жезлов есть такая знаете может быть неуверенности вы ее в какой-то степени преодолеваете вот ваше понятие любовь к себе это когда есть какой-то такой интерес что ли искра внутри загорается когда вы в хорошем вот настроение как-то так здесь через через позитив как-то идет возможно у вас больше энергии да и вы хотите что-то делать здесь какая-то вот очень созидательная энергия то есть может быть да где-то я в чем-то не уверена это проходит проскальзывает но при этом я все равно совершаю этот первый шаг я все равно пробую мне почему-то как-то вот интересно то есть я не боюсь здесь как преодоление каких-то своих страхов знаете глаза боятся руки делают вот здесь вот что-то такое как вы еще воспринимаете любовь к себе ну выпадает отшельник да у меня единички в двойки перешли выпадает отшельник любовь к себе когда знаете вот вы нашли какие-то внутренние ответы на необходимые вам вопросы когда уже четко определились вот когда вам возможно хорошо как-то наедине с собой ощущение того что знаете как будто бы налаживается какой-то канал с высшими силами и вы получаете внутренние озарения какие-то инсайты вот когда я люблю себя у вас почему-то что-то происходит внутри вас какой-то вот свет какие-то вспышки здесь очень много огня и света одновременно вот это вот разное свет это одно огонь и это вот как будто бы не знаю какая-то вот активность здесь интересно все очень много света очень много огня хорошо насколько вы себя любите насколько вы себя любите здесь как будто бы знаете по справедливости настолько насколько заслужил либо заслужила так хочется сказать вы как-то себя оцениваете периодически то есть вы это понимаете как причина-следственная связь вот я что-то сделал и я это получаю и вот тогда ну то есть здесь какие-то рамки есть какие-то вот правила по отношению к себе очень много вопросов по пашу мечей здесь к себе насколько вы себя любите здесь я не могу сказать что вы себя любите либо не любите здесь ощущение того что вот у вас как будто бы нету этого понятия вы это понимаете как то возможно мы вы себе знаете как объясняете что если что-то происходит в вашей жизни то я как будто бы этого заслужил неважно что это здесь не вопрос про любовь к себе а здесь вот как-то какие-то законы и правила вот рамки здесь есть что это за закон не могу понять не могу ловить по солнышку вы как будто бы стараетесь быть здесь балансе в какой-то в каком-то равновесии и вот у меня ощущение того что это вот как будто бы вас не движет то есть ваше понятие любовь это движущая сила любовь к себе это то что помогает вам расти это то что помогает вам как-то двигаться дальше и реализовывать какие-то свои мысли идеи задумки где есть вот эта вот активность вся эта движущая сила а как вы любите к себе как вы любите себя здесь выпадает аркан справедливости вот какая-то холодность присутствует вы как будто бы себя ограничиваете ему пони в чем вы себя ограничиваете и в движении да вы как будто бы знаете вот бездействуете и тогда исходя из логики до получается что если любовь к себе это движущая сила а вы себе ограничиваете значит получается что вы себя не любите потому что вы не движетесь но почему вы не движетесь то я не могу понять шут или вы не знаете куда двигаться долго вот вы здесь не понимание о чем здесь шут говорит стабильности не понимаю пойдем по-другому то есть я я я реальный я не понимаю логические карты что здесь происходит шо пойдем от интуиции насколько вы себя любите знаете мне кажется что вы себя любите но и вот как-то хотелось бы здесь ощущение того что вам хотелось бы эту любовь сразу как будто бы вот и изливать на других людей то есть когда вы ощущаете эту любовь вам хочется сразу ей поделиться а здесь такое чувство что вот как будто бы вашу любовь не принимают и вот в этом-то и заключается рамки что ее как будто бы ну то ли не на кого до излить эту любовь то ли не не с кем поделиться и то ли вы себя сдерживаете потому что ну я не знаю считаете что вот этому человеку например не надо делиться любовь с ним любовью да то есть есть какая-то знаете вот как в аквариуме если его закрытие со всех сторон получается такой прозрачный куб вот вы как будто бы в этом кубе находитесь да в ограниченном вроде бы вы видите как-то взаимодействуете с внешним миром видение есть и мир вас видит и вы его видите союза какого-то нету то есть слияние соединения нету в какую-то вы не видите вот какой-то обратной связи что вот кому-то нужна ваша любовь так интересно я говорю здесь про мы рассматриваем здесь про любовь к себе а мне показывают то что для вас важно как-то вот излить эту любовь на другого человека и вот этого возможно как-то страдаете что вот ну то ли нету человека то ли я я хочу да то есть даже если есть человек я хочу как-то вот подарить вот этот вот свет мне как что-то такое идет такое светлое как излияние вот знаете как переполнишься переполнишься сосуд когда начинает разливаться да уже переливалась вот у вас такое сейчас ощущение что я хочу это на кого-то излить но это как будто бы никому не нужно вот либо вы как-то вот ограничиваете себя в этом хорошо давайте тогда в потоке посмотрим пускай мне скажут все что хотят на тему насколько вы себя любите так здесь происходит башни что-то неожиданное а вот я краски сказала вам про этот куб и у меня выходит башня и семерка жезлов как органы которые говорят о том что идет сейчас разрушение как раз таки вот этой вот вашей закрытости да вот то что ограничение которых я сказала чуть выше вот и появляется звезда и появляется вот это вот знаете понимание а куда я могу излить эту любовь к себе а все я поняла значит когда вы кому-то отдаете да вот вы больше пребываете вот в этом источнике любви к себе а кому когда отдать некому да когда вот это вот генерация до энергии 1 приостановлено да то вам и вот это вот любовь как таковая к себе она начинает вас как будто бы разрушать потому что движение нету а все я поняла здесь сейчас как разки происходит вот этот вот момент по башне когда идет разрушение вот эти границ когда вы себя сдерживали то ли может быть возможно вы а почему здесь может быть а потому что здесь момент вот именно роста и развития и вы столкнулись с тем что надо как-то определиться как по какому пути я дальше буду идти да вот именно в формате вот этой любви неси ощущение того что то что я сказала ранее по отшельнику вы как будто бы поняли что возможно а вот это вот излияние любви она не обязательно не чтобы она была перс перс нафицирована то есть ну по отношению какому-то конкретному человеку возможно здесь вот это вот для вас важно вот это состояние аккумулировать то есть быть в этом состоянии любви они столько задуматься о том на кого она идет то есть на кого я изливаю свою любовь потому что здесь еще такие вот моменты да у меня проскальзывает о том что иногда люди возможно устают от любви либо им не нужно найти мне просто показывают как вы как человек который дарит кому-то цветок вот а этот человек проходит мимо ему не нужны вы в недоумении то есть я же тебя не оскорбила я тебе не обидать я просто подарил цветок просто так почему ты его не взял вот здесь какая-то такая аллегория с вашей любовью и поскольку у вас не было понимание вот это вот почему я даю цветок а у меня не берут вот вы как будто бы закрывали вот эту свою любовь ну то есть если никому не нужна эта любовь вот тогда я ее никому и не буду дарить а если я никому не даю значит я ее внутри себя и себя по отношению к себе не ощущаю до запутанные здесь для меня был какой-то вариант да ну вот что то здесь такое вот любите вы себя любите любите только любите вы как-то только тогда когда пропускаете эту любовь через себя я уже сказала пропускаете когда взаимодействуете с кем-то когда даете а когда не отдаете вам кажется что и я не люблю интересно здесь вариант был хорошо третья позиция да что значит для вас любовь любовь к себе что для вас значит тройки интересно что мне эта колода пока что она такая знаете своеобразная характерная колода что значит для вас в вашем понимании любовь к себе десятка мечей для вас любовь к себе это когда показатель того что все все закончилось да как будто бы я я убит то есть когда я не люблю себя тогда я нахожусь на дне вот когда у вас бывает такое убитое разбитое состояние вот для вас это понимание является не любовью к себе то есть вы не знаете что такое любовь к себе вы знаете когда я себя не люблю то есть когда я на дне это значит не любовь вы идете как будто бы меня путем от обратного от отрицания да когда приходят какие-то кармические уроки вы проходите да и прилетают бумеранги и вот тогда вы понимаете через такие ситуации что здесь я сам себя не любил либо когда начинаете заниматься глубокой переоценкой себя да и тогда вот вы понимаете что вот в этой ситуации я себя не любил и вот в этой ситуации я себя не любил как это любить себя вы не знаете если вы понимаете как будто сказать вы не знаете как будто что такое свет но вы прекрасно понимаете что такая что такое тьма вот вы как-то увидели тьму значит тьма это не свет увидели там что-то еще такое мрачное это не свет значит это не любовь это такое своеобразное понятие хорошо насколько вы себя любите девятка жезлов знаете вы как будто бы здесь закрываетесь боретесь с этой любовью к себе а почему 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 и знаете такое чувство что есть какие-то другие вещи более важные значимые вашей жизни которые сейчас нужно решить то есть любовью с собой я займусь потом а сейчас мне нужно куда-то дальше двигаться да то есть есть какие-то другие более важные значимые вещи сейчас для меня как что-то завершить возможно в мире возможно появились какие-то новые возможности что вот заняться как будто бы любовью к себе нету мне такое чувство знаете раздвоенная вот я объясню то есть такое ощущение что вот как будто бы любовь к себе это о ком-то другом то есть есть я и это как будто бы как как тень вашу вижу то есть есть я и человек который что-то делает а занимается какой-то социальной своей жизни и есть понятие любовь к себе только вот любовь к себе это как будто бы какому-то другому человеку не ко мне здесь вот если мы говорим о любви то этого как будто бы вот там где-то как будто бы потом о ком-то другом не обо мне здесь не то чтобы закрываетесь знаете вот бывают такие моменты у меня был период жизни когда я четко видела себя со стороны то есть я как будто бы не хотела входить в свое тело оно мне настолько не нравилось и вот было ощущение что вот как будто бы тело идет само по себе а я где-то рядом и вот здесь у меня какое-то такое чувство что есть мое тело который что-то делает занимается и вот и есть какая-то часть меня которая вот просто рядом со мной ходит ну вот как тень и она наблюдает и вот это вот вот этого часть это про любовь к себе а я это нет еще почему вы закрываетесь потому что вам важно быть победителем вам важно проживать какие-то эмоции хорошо а когда вы любите себя вы не проживаете что ли эмоции чуть не совсем это понимаю здесь ощущение того что знаете когда присутствует любовь к себе это вот про некую какую-то такую умеренность до некая такая сбалансированность вот а вам нужно все и сразу как будто бы какие-то крайности а вот когда ты любишь ощущение того что любовь к себе это вот какое-то фоновое такое состояние а мне нужны какие-то эмоции очень яркие переживания причем крайности вот а в них как будто бы ним не может выражаться любовь к себе боже что за запутанные позиции сегодня так таролог шоке не знает как интерпретировать хорошо тогда смотрим дальше а хотите ли вы вот как-то любить себя если у вас такая потребность нет нет у вас как будто бы разбито сердце поэтому вы и закрываетесь а вы скрываете да закрывали разбитое сердце по любви когда что-то было во что-то вы вкладывались когда как-то строили на такое ощущение что это вы себя как будто бы сейчас наказываете наказываете в плане того что вот хорошо я когда-то себя любил ильяка любил либо любила я когда-то вообще позволила чувствую любви быть как-то вот раскрыться как-то довериться этому были какие-то надежды что-то строила как-то взаимодействовала а потом что-то произошло и как будто бы здесь сердце схлопнулось и поэтому вопрос о любви к себе он не стоит потому что когда я люблю здесь как будто вот любовь к себе она ассоциируется как любовь между мужчиной и женщиной как-то вот такое взаимо то есть любовь к себе это как будто бы как взаимоотношение между мужчиной и женщиной и вот это вот понимание того что не то что я не заслуживаю ее а мне это не надо вот как будто бы не надо есть какие-то вещи есть какая-то вот протоптанная такая дорожка я по ней буду идти там все понятно там все известно что-то другое менять мне уже это не нужно почему вот любовь к себе я не могу понять почему любовь к себе и и вообще любовь это вот как будто бы в вашем понятии это разные вещи то есть любовь это вот как-то вот отдельно а любовь к себе это вот что-то другое что такое любовь к себе еще раз спрошу любовь к себе это знаете как будто вот какое-то детское ощущение когда вы были ребенка вот тогда вы ну у вас было вот это вот понятия детство здесь какой-то какое-то отношение мид к детству любовь к себе а сейчас вас нету этой любви к себе а а сейчас есть а сейчас есть интересное такое понятие туз мечей и помешаны то есть вот знаете любовь к себе только тогда когда ты ребенок на вот какой-то вот внутреннего ребенка когда ты любишь как-то холишь лишь вот а сейчас этого быть не может сейчас есть холодный расчет на как будто бы вот когда присутствует любовь к себе вы ощущаете себя как некую жертву что ли жертву обстоятельств такое чувство что любовь к себе вашем понимании да вообще просто как любовь понимания как как некой такой жертвы когда ты любишь ты становишься жертвой обстоятельства ну может быть здесь идет я же говорю здесь идет какое-то подмена понятия в плане любви на когда ты любишь что жертва тобой пользуются тобой как-то может быть пренебрегают делают ну ты постоянно кому-то служишь вот и от этого вам становится больно и я так больше не хочу я хочу лучше пускай я буду быть как-то вот без любви но при этом я буду на коне вот как-то так ничего не понимаем хорошо пускай карты я говорю что 2 позиции что в этой ничего не понимаю пускай карты говорят то что скажет я буду просто транслировать потому что может быть так вам будет понятнее король педакли здесь как будто бы либо было расставание до какой-то пары либо если мы все-таки не говорим про личные отношения то здесь речь идет о том что вот та стабильность которая у вас есть она сейчас вам приносит некое такое понимание да и спокойствие вы как будто бы логически холоднокровно до через отшельника то есть вы закрываетесь его в таком вот формате все понятно как дальше двигаться и как дальше жить но а что касается любви к себе а что касается любви к себе то здесь как будто бы мне это пока не надо здесь не произошла трансформация в понимание этом да вы еще как будто бы не пошли в новое на каком этапе вы здесь сейчас находитесь на каком-то кризисе именно понимание познания себя да вы как будто бы познаете себя здесь здесь выпадают семейные карты какое-то влияние здесь идет от семьи причем я не имею ввиду что только десятки как показатель семейности до десятка кубков из десятка педаклей вот здесь у меня выходят эти карты прошлого то что я говорила вот какого-то детства юности вот тогда что там было тогда в этом в этом детстве что заложила какие-то свои семена по поводу того почему сейчас вы закрываетесь от любви к себе то есть вам это как будто бы не надо а почему не хотите любить себя давайте так спрашиваю все карта не хочет колода не хочет говорить выпала карта джокера в этой колоде которая говорит о том что все что нужно было тебе сказать я уже сказал но окей если вы что-то поняли из этого расклада меня всегда как-то знаете напрягают такие расклады когда я не понимаю о чем идет речь наверно просто потому что я логика и мне важно включать свою голову а тут вот я действительно я не понимаю о чем шла речь вот и что что хотели мне сказать и я иногда переживаю по этому поводу что вот я хочу сделать расклад я же хочу дать ответы на вопрос а тут я сама не понимаю то есть как я могу ответить но иногда бывает так что в комментариях вы пишете что вам то непонятно а нам понятна вся ситуация все ясно и прозрачно вот я буду надеяться что в этот раз именно такой случай а благодарю вас за внимание жду вашей обратной связи с огромным нетерпением то мне интересно посмотреть что мне напишут двоечки и троечки вот прощаюсь всем пока пока